Медуза, Дистрибуционе и Лучана Мартина представляют Эдвич Феник и Барбара Буше в фильме Жена в отпуске, любовница в городе Фильмы также снимались Ренцо Монтаньяни, Лину Банфи, Тулио Сульени, Мариза Мерлини, Ренцо Цано и другие Сюжет Палучано Мартина и Фрне Чуо «Милиция» Сценарий Жан-Луи, Оттавио, Йема, Серджио Мартино и другие Совместные дало французское производство Композитор Детто Марьяно Оператор Джан-Карло Феррандо Монтаж Евгению Алабизо Режиссер Серджио Мартино Ну вот, называется, отправила прислугу в отпуск Возьму только самую малость Только самое необходимое, чтобы не ехать голой Ступенька! Да что случилось? Я грохнулся на землю от смеха Как можно быть таким невнимательным? Подымайся, надо закрыть остальные чемоданы Остальные? А здесь что, еще не все? Давай быстрее, поезд отходит через час Иду, иду Ты должна была не за меня выйти замуж От завладельца транспортной компании Я Андрея Дамиани У меня бизнес в производстве колбасных изделий А там наверху, вы, конечно, догадались Валерия, моя жена Немного зануда, но сокровища, а не жена Проблема в том, что такое же сокровище И моя любовница Вон, посмотрите, она вон там Три месяца, как перебралась сюда из Миланы И изображает кошку на раскаленной крыше Сумасшедшая И ревнивая, о, ревнивая Намного ревнивее моей жены И чтобы контролировать меня все дни напролет Проделывают свои акробатические номера Посмотрите на нее Хуже всего то, что я не могу отказаться ни от одной, ни от другой Как элегантин сегодня начальничек Притворяется, что не видит меня Думаю, что я слепая, как его жена, которая ни о чем не догадывается Но он еще не знает, на что я способна Валерия, чего еще? Ты не слишком много всего положила в этот чемодан? Положила самое необходимое, не капризничай Поторопись, или опоздаем на поезд Андреа, ты не видел мою сумку? Нет, сокровище мое не видел Но я ее положила сюда, на кровать Нет, нет Вот поэтому чемодан и не закрывался Кто ее туда положил? Я, разумеется А ты смотри, что делаешь Оставь, я отвечу А ты закрывай чемодан и отнеси все к лифту Алло, квартира Дамиани Это Милан Колбасные изделия? А, да, момент, пожалуйста Это тебя из Милана Меня из Милана Чего они хотят? Алло, это ты, дурак? Да, да, это я, да Да, 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 да Китайцы? Я тебе устрою китайцев Китайцы В том году были русские Нет, нет, ну, нет, это невозможно Я должен ехать в горы Попробуй, дорогой Видишь, какую заварушку тебе устроит твоя китаяночка Хорошо, остаюсь Согласен Да, подчиняюсь Я не мог сказать нет Они меня ввели вокруг пальца Я отправил даже домработницу в отпуск Кто знает, как ты управишься Будь спокойно, ничего не запачкаю Разве я только куда-нибудь схожу поесть Или к твоей матери Нет уж, оставим мою маму в покое Итак, скоро до Тарены, третий путь Вагон номер одиннадцать Да, сеньор Извини, что я не провожу тебя Но я должен бежать в офис Встречать китайцев Знаешь, сейхер, заговоры, переговоры Сделай милость Максимум через пару дней Я к тебе приеду, любимая Поступай, как себе угодно Я уже приучилась приводить Отпуска одна Хоть летом, хоть зимой Ты не жена, а просто ангел Что такое, говорите, сеньора? А вы куда? Скоро мы до Турина, третий путь Нет, отправьте мой багаж в Курмайер Отель Роял Зачем я отправлю его позже? Отправьте позже Вот деньги Сдачу оставьте себе Спасибо, сеньора Спасибо, удачного дня Ну? Добрый день, шеф Ты что делаешь на моем месте? Наводил порядок на столе, сеньор начальник Перед тем, как все запереть Запереть что? Административный офис остается открытым Прошу прощения, доктор Демиане Но вы же сами нам сказали, что до следующего понедельника выходные Да какие выходные? Выходные им подавай Мы же работаем в колбасной отрасли У нас не может быть выходных Мы что, оставим людей голодными? Так точно То есть нет, нет, никак нет Джованни, ты должен остаться здесь Будешь сидеть на телефоне Да И кто бы ни позвонил, ты должен отвечать, что административный офис закрыт до понедельника Да Но, шеф, извините, мы остаемся открытыми только для того, чтобы сказать тому, кто позвонит, что он закрытый Джованни, я не закончил Если вдруг случайно позвонит моя жена или моя теща Сколько я работаю, они ни разу не звонили А в этот раз они могут позвонить Так вот, им ты скажешь, что офис открыт, но что меня нет И я на переговорах с китайцами Ты все хорошо понял, китайцами Шеф, прошу прощения, но я уже обещал Ты хорошо помни, что ты пока еще на испытательном сроке Для работы я всегда свободен, шеф Забудьте, что я сказал Молодец, молодец Сегодняшний вечер оставишься на 2 часа после закрытия Хорошо, как вам угодно, шеф Не на творение ничего Конечно Музыка 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сколько раз тебе нужно говорить, что это опасно? Знаешь, в этом доме недостаточно чисто. Джулия. Ну-ка, тебе понравится эта подливочка? Какой аромат. А новая служаночка тебе нравится? Так бы и съел сразу. А если ты голоден, то тебе туда. Нет, мне сюда. Я тебе всю съем. Ну, Андрея, прекрати, красавица. Посмотрим, прожарилась жарко или нет. И тоже прожарился. О, боже, рука какая рассеянная. Тебе больно, милый? Нет, нет, ничего. Соус не отвлекаю. Быстро-быстро, а то сгорит. Вот так можно идти за стол. Все готово. Как вкусно. Тебе нравится, а? Бамбалотти по-римски. Равиоли с подливкой. Шпинат по-турецки. Креветки в колумбийском соусе. Какое чудо. Гуляш. Тебе нравится гуляш? Гуляш сводит меня с ума. Да убери ты свое ручище. Вот уже два часа, как я парюсь на кухне, иди садись за стол. И немедленно. Извини, любимый, не сердись так. Я ведь ничего плохого не сделал. Прошу, сеньора. Прошу, спасибо. Нет, что вы, сеньора. Скорее-то, я должен заплатить за такое шоу. Всякий раз, когда вам будет нужно переодеться, вспомните, 6-7-6-7. Радио-такси Казаде-Лемио. Единственное радио-такси в городе. Клянусь вам, что я все брошу, в миг приеду, и совершенно бесплатно. Добрый вечер. Добрый вечер, 6-7-6-7. Запомните, Казаде-Эмилио. Вы думали, что я классическая верная жена? Ну, что делать? Мой муж занимается любовью, даже не снимая пижамы, и всегда с выключенным светом. Я вас уверяю, что он просто настоящая катастрофа. Я же, наоборот, всегда мечтал упасть в бездну наслаждений. Оказаться на вершине страстей, сильных и агрессивных, неистовых и романтичных. Как все время обещает этот Джоанни. Граф де Сан-Северино. Сама судьба, что я его встретил, и я надеюсь, что моя мечта осуществится. Я так верю в него. По крайней мере, надпись на его гербе всегда несгибаемо и обнадюшивает. Джоаннини де Сан-Северино, это я. На самом деле, меня зовут Джоаннини Ла Каретто из Бетонто, в смысле, что родился в Бетонто. По воле случая, мой кузын Пеппино работает дворецким на вилен встречах графа в Де Сан-Северино, которые всегда находятся в Швейцарии из-за страха быть похищенными. И в тот вечер я был в театре по абонементу графа, и в портре сидела эта прекрасная блантинка. Романтическая атмосфера, созданная музыкой Шопена, зажгла в нас желание. Я был в ложе Сан-Северино и притворился, что я граф. И я попросил ее встречи, а она обещала позвонить мне. Но из скромности не захотела открывать мне своего имени. Извините, я отвечу на телефон. Да, конечно. Дом графа Де Сан-Северино, кто говорит? Пипет и я, Джоаннини. А, секунду, подожди, подожди. Я вообще-то в самом деле тут нахрен не при чем, извините, хотел сказать, совсем не при чем. Этот проклятый обманщик мой кузен меня совсем достал, я не мог сказать ему нет. Если мои хозяева вернутся и разоблачат меня, то уволят к чертовой матери. Говори. Пипина, с кем ты говорил? Я сейчас говорил. А, слушаю, она приехала? Да, да, она приехала. Красавица, ты был прав. Хорошенькая. Да, кстати, не пельс на нее слишком, я забыл тебя предупредить. В общем, я сказал ей, что мой дворецкий пидораст. Я? Пидорас, это ты. А это шлюха твоя сестра, которая мне кузина. Я приеду сразу, как только смогу. Этот подлесный начальник задержал меня тут. Ну, а почему я должен играть роль? Созвонимся. Ну, хорошо. Мадам, желательно чего-нибудь выпить? Да, чай, спасибо. Пожалуйста. Гожусь я в коварихе. Не то слово, исключительно. А как официантка, бесподобно. Иди. Иди сюда. Чьи это, чьи это такие ягодки? Хочешь попробовать сначала санон-рэк сокровище мое? Я лопну. Дай мне знак, дай мне знак любви, прошу тебя. Нравится санон-рэк? Крем слегка кисловат. Да что ты, я делал его своими руками. Джулия, что с тобой сегодня? Я ведь хороша не только в постели, правда? Джулия, прошу тебя, не начинай. А вот я начну. Меня уже тошнит бегать за того, как будто я мартовская кошка. Меня тошнит отъехать и неслежать, когда твоя жена уедет в отпуск. Чтобы я могла провести с тобой целый день, спасибо. Меня тошнит разыгрывать из себя делегацию русскую, китайскую, арабскую, афганскую. Бронелла, 73-го года. Джулия, я люблю тебя всей душой, чтобы тебе пусто было. Граф сегодня опаздывает. Он звонил из Милана и скоро приедет. Из Милана? Oui. Я должна уехать сегодня вечером, я не могу ждать его дальше. Вы не знаете графа, мадам. Граф летит как ветер на своем персональном вертолете. Раз, и через пару минут будет тут. Да что вы говорите, Пепина? У меня такой странный акцент, потому что я покружил по миру, мадам. Похож на ампарийский диалект? Нет. Но здесь, в парме, мы привыкли говорить по-итальянски. На что вы смотрите? Смотрим на обрез, на крой платья. Вам нравится? Очень красивая модель, правда? Знаете, мой партнер очень хорош. Он много лет работал в Париже. По хорошему покою платья, сразу видно в советскую дону. Сколько сахара? Две, спасибо. Две, как тогда говорила моя мама. Моя бедная мама. Она умерла? Нет, жива, бедная, потому что у нее нет ни лиры. Моя мать хотела, чтобы я стала модельером. Граф сказал мне, что вы не совсем той ориентации. А что, заметно? Чуть-чуть. Прошу. Прошу. Спасибо. Синьера, я могу присесть? Конечно. Я хочу сделать вам одно признание. Я этого никому никогда не говорил. Меня погубили мормоны. Знаете, у меня 98% женских мормонов. Я еду в Кособлонг, я хочу сделать себе операцию. Как будто ни было, я довольна, что вы такой. Вы, став таким, можете понять меня. Знаете, остаться наедине с настоящим мужчиной, в общем, неизвестно, чем это кончится. Со мной можете быть спокойны, синьера. Со мной вы как за каменной стеной? О, камин, Манье, я поеду, помещаю дрова, пардон. Шуба! Какое несчастье. Да что вы делаете? Мадонна в заступницу, у вас зад дымится. Пардон, мадон, пардон. Ай, болит. Если я начну развод от делёжа мышцев, то останусь голым задом, поняла меня? Её имущество гарантирует мне банковские кредиты. А если я его потеряю, никто мне ничего не даст. Да-да-да. Ты хотела бы, чтобы я стал бедным? Я да. А я нет. Я не знаю, как быть бедным. Я научился быть только богатым. Поняла? Тише, Джулия, ты с меня скальп снимешь? Давай, пошли. Вставай, я должна хорошенько смыть под душем. У меня глаза все в пене, ничего не вижу, черт возьми. Столько на тебя и закапли шампуня. Нет, нет, иди сюда, я тебя буду направлять. Да-да, направляй меня. Следуй за своей Джулиетой, ты моё сокровище. Теперь стой и опусти голову. И моя вина, что ванна так низко. Да, ты права, Валерин, сделал её слишком низко. Вот тут твоё настоящее место. Вот так хорошо, хорошенько смывайся дерьмо собачьей. Джулиетта. Вот зараза. Сейчас увидишь, что я с тобой сделаю, когда поймаю. Джулиетта, иди сюда. Иди сюда, стой. Почему ты всегда, всегда мне делаешь так больно? Если я тебя поймаю, то тут же на тебя запрыгну. Теперь не удерёшь, чувствуешь лисы пустыни. Ты рехнулась, хочешь делать мне на веки патентом? С сегодняшнего дня всё, хватит. Забастовка, как это забастовка? А вот так, скричу руки на груди и всё. Хотя нет, лучше скричу ноги. Забастовка до победного конца, забастовка до победного конца. Знаменитая забастовка дикой вагины. До тех пор, пока не выберешь между мной и ею. Я не рождена быть любовницей, а рождена быть женой, понял? Я не рождена быть женой, а рождена быть любовницей. Но мне никто не подходит, и граф меня тоже разочаровывает. У мужчин больше нет ни чувственности, ни деликатности, ни понимания. Но среди них встречаются белые вороны, сеньоры редко, но встречаются. А душа, я вас спрашиваю, не в счёт? Ну как же не в счёт? Или они все думают, как средневековье, что у женщины нет души? Да что вы, моя госпожа, у вас душа такая красивая, круглая, восхитительная, или вообще ничего не понимаешь. Знаете, я часто думаю, что сегодня только такие, как вы, способны к настоящей чувственности. Действительно. Действительно, у меня все чувства находятся в правильном месте, поверьте мне, в полном комплекте. Вот так. Возможно, вам достаточно было бы встретить ту самую женщину в самый момент. Возможно, вы сказали... А как вы сказали, ту самую женщину в тот самый момент? Этот нежный массаж производит на меня такой расслабляющий эффект, и потом, после таблетки, у меня просто глаза слипаются. У меня прямо всё опускается, а у меня скорее подымается. Приятного отдыха. Ну и дела. Где она? Приняла снотворное и сейчас отдыхает. Зачем? Зачем снотворное? Да у нас тут было, чёрт знает что, чуть весь дом не сожгли. Ажой первый, третий и четвёртый степени. Где? На заднице. Я сделаю массаж японским кремом. Какие роскошные ягодки, Джованни. Какого хрена ты вытворял с этим массажем? Я ничего не вытворял. Это ты со мной вытворяешь. Если мой хозяин завтра вернётся, он не должен тебя здесь найти, иначе нам крышка. А куда я её дену? Успокойся, не надо её никуда отводить, Джованни. Хочешь знать правду? Мадам влюбилась в меня? Мадам влюбилась в тебя? Не говори чепухи. Да, кстати, ты хорошая игра, пидераста. Как раз потому, что я хорошая игра, пи-пи-пи-пидераста, она и влюбилась в меня. Она хочет меня изменить, понял? Изменить? Тише. Пока она спит, попробуем хотя бы узнать, кто она. Не разбуди её, тихо. Пидорас, говнюк. Живей, любимая. Любимая. Посмотри в сумке. Рояль-Отель, Кумайер, Виктория Бернасконя, замужности Дамиани. Дамиани? Дамиани. Кто это? Это жена моего па-па-па-па-трона. Мне плохо. Не, о, Пресвятая Мадонна. Китайская ваза за двадцать два миллиона. Привет. Привет, Дамиани. Слюди за сердцем. Иди-то нафиг. Добрый день, доктор. Добрый... О, господи. Что ты тут делаешь? Нас могут увидеть вместе. Как раз это я и хочу. Сегодня вечером ты меня ведёшь на ужин в лучший ресторан, понял? Да перехнулась. Или ты меня ведёшь куда-нибудь ужинать, или мы больше не увидимся. Сегодня вечером это невозможно. И это почему? Потому что сегодня вечером у меня деловой ужин. Про китайцев? При кому-нибудь ещё. Да какие китайцы? Нет, важный клиент из Милана. А если бы была твоя жена, ты бы её взял? Никогда. Я никогда не брал жену на деловой ужин. Прям-таки нет. Прям-таки да. Вот и хорошо, сегодня вечером возьмёшь меня с собой и представишь, как свою жену. Ну, Джулия, ты убить меня хочешь? Андре. Ты что, совсем ослеп? Что-то мне не очень хорошо. Бедняжка, твоя Джульетка тебя приласкает. Ритм, ритм. Это работе. Беги отсюда. Исчезни. Эй, ты, мяня, как твоя жена? Нормально? Нормально, хорошо, она в отпуске. Когда она вернётся, давай организуем хорошую вечеринку. Обмоем мы и возвращение. Ага, обмоем. Так тебе и надо. Допроснистый Джованни. Мне нужен ресторанчик тихий, на Аджибе, в который входят такие, как ты, знаешь, такой. Надо подумать, доктор. Вот как-то раз мой кузен водил меня в такое место. У Менега. Рядом со въездом на платную автостраду. Кормят хорошо? Да, будьте спокойны, шеф. Отлично. Тогда я тебя жду в девять у Менега. Меня ждёте? Проснись, Джованни. Я буду там с любовницей. И ты должен будешь меня прикрыть. Я должен буду вас прикрыть? Да, сегодня вечером в девять. Мне в обязательном порядке нужен миланский промышленник. Ты меня понял? Где же я его возьму? Идиот. Ты приедешь в Менега и представишься как миланский промышленник. Но я из Бетонто. Тогда ты будешь миланским промышленником, родившимся в Бетонто. Кретин ты в квадрате. Ослабь свои путы, лучший момент. И беги. Какой аромат. Добрый день, Пипино. Бонжур, мадам. Завтрак подан. Спасибо. Молодец. Послушайте, сделайте мне должение. Не могу застегнуть крючки здесь. Помогите мне. Конечно. Здесь? Да. Граф прибыл? Какой граф? Джованни. Да, да. Он вернулся, но он увидел, что вы отдыхали, и тогда он поспешил уехать, чтобы заняться неотложными делами. Сеньора, я должен заметить, что мы здесь одни, только вы и я. Роза, какая прекрасная идея. А, Роза, она для вас, сеньора. Восхитительно. А чьи это шубы в шкафу? Жена графа. Ну, ведь граф не женат, не так ли? Которые нас разделяют. Давайте позволим на мгновение этой бабочки выйти из ее торпящущего кокона. Вы с ума сошли? Я не сошел с ума, я возбудился. Я не могу с собой ничего поделать, не могу больше сопротивляться, я изменился. Не приближайтесь. Стой. Не сопротивляйся. Хотя нет, сопротивляйся, мне это нравится. И другую вазу за 22 миллиона. Боже мой, я его убила. Пипина, бросьте эти шуточки. Пипина. Китайские вазы, обе разбитые. Алло, кто это? Это ты? Это я, Джованни. Моя ненаглядная. Ненаглядная? Черт, С2, ты меня оставил тут одиноко и отчаявшуюся на попечении пидара, сострадающего раздвоением личности. Мало того, что он мне подпалил задницу, так у меня еще сгорела одежда и шуба. Сокровище мое, подожди, я немедленно приеду. Нет уж, к черту ждать, я уже опоздал. Свой внутрь у меня должна была быть в Курмайер. И потом, я не знаю, хочу ли я снова тебя видеть. Ты меня очень разочаровал. Нет, любимый, что ты говоришь? Манетомна. Мадонна. Ничего не вижу больше, я в отрубе. Не могу же я поехать голый, а? Кемилёка, задай к вашим услугам. Добрый день, сеньора. Опять вы. Для вас я пересек бы Атлантический океан, и, естественно, ничего не взял бы за визир. Достаточно, если вы меня отвезете в Курмайер. Курмайер, ну... Я прошу вас, езжайте прямо. Прямо? Прямо. Прямо. Это будут самые прямые шесть часов в моей жизни. Менега. Менега. Никогда не слышал такое название. Венецианская кухня. Три звёздочки по классификации Мишлен. Сам президент сюда заходит. А Нелли? Да, собственные персоны. Заходи. Мёртвый вечер. Добрый вечер, заходите. Добрый вечер. Проходите, проходите. Да, да, проходим. Дорогой Менега. Нет, меня зовут Бартоло. Дорогой Бартоло, зови мне Менега. Вас? Да, зови мне Менега. Хорошо, прошу вас, сеньор Менега. Нет, ты что, не понял? Ну да, не понял. Вы мне сказали звать вас Менега, я так и сделал. Нет, я говорил, позови мне хозяина. Менега. Хозяина. Он ушёл. Где он сегодня не придёт? Навряд ли. Он совсем от нас ушёл. Умер. И когда он умер? В мае было семь лет. Бедняга. Как время летит? Мёртвый вечер. Менега мёртв. Настоящее кладбище. Они ели сегодня вечером, нет? Нет, не очень жаль, сеньора Баранина. Нет, только курятина. Вкварённый, жареный или гуляш. Что ты скажешь о запечённом деревенском натуральном цыплёнке? Нет, сеньор, мне очень жаль. Никаких натуральных. У нас есть только цыплята марки «Золотой перо». Нежные, мягкие, целлофановые упаковки. Мы закажем попозже, потому что ждём друга. Спасибо. Хорошо, как пожелаете. Три звёздочки по Мишлену. Джулия, прошу тебя. Шуть, Гороховый. Ты меня привёл в эту курсеную нору, потому что боишься показаться со мной перед своими друзьями? Пуду трус. Будь умницей, Джулия, будь умницей. Я хочу сама увидеть, существует ли этот важный клиент. Существует, существует. Я тебе кляну, что он существует. Да я сам удивлён, что его ещё тут нет, этого проклятого важного клиента. Что такое? Прошу прощения. Вот так. Это, зараза, мне почти размажило голову, проклятие. Если приедет графиня и не найдет шубу за 23 миллиона плюс НДС, я сяду в тюрьму пожизненно. Мы должны ехать. Мы должны ехать. Да куда ехать, Пеппи? Если я вечером не пойду к Мене, они меня уволят. Ты понял, Дживиане, если ты не поедешь со мной в Курмайер, дай, я тебе торву голову. Мне? Ты тоже отправишься в тюрьму, потому что ты соучастник. Ты мой кузен, и ты тоже пойдёшь в тюрьму. Хочешь меня уничтожить? Да. Тогда поехали, поехали. Погоди, я хочу сказать тебе одну вещь. Не говори мне её. Да, нет, да. Тогда говори. Демиане развлекается с любовницей и заставляет меня покрывать его. Я поеду в Курмайер и покрою там его жену. Вот тебе. Мне? Да не, Демиане. Понял? А, кстати, в этом Курмайер. Да, ага. Кто платит? 50-50. Чего? Это такое английское слово. Это когда хотят сказать, что ты платишь половину за себя и даёшь мне деньги, чтобы я оплатил мою. Понял? Уверен, что он человек презентабельный, цивильный. Тони? Да. Чёрт возьми, он из тех, кто много путешествует. Человек мира. Хорошо. Он очень элегантен. Не так ли, Бьянка? Точно. Слышали? Послушайте-ка, думаете, он справится? Тони за деньги сделает всё, что угодно. Кроме мокрухи, конечно. Да что вы говорите. Конечно. Ага. И сколько? 100 тысяч. Ну, хорошо, хорошо. Скажите ему, чтобы он присел к нам за столик, как будто он мой старый друг. Я представлю ему мою жену, а вам он представит свою жена тоже есть, если пожелаете. В смысле, если пожелаете? Да, конечно, желаю, прекрасно. Вот 100 тысяч. На нас. Как на нас? 100 тысяч ему и столько же его женщине. Это же понятно. А, ну да, понятно. А что? Послушайте, если мы и дальше будем так тащиться, то снег в горах сойдёт из института Маргаритки. Можете поднажать? Конечно, сеньора. У машины что, ликота? Если строймается, я платить ничего не буду. Платим 50-50. Я ж тебе всё объяснил. Прошу тебе, не надо собирать все ямы. Без тебя знаю. Добрый вечер, добрый вечер. Он там. Андре! Чёрт побери! Чтоб тебя черти взяли! Тони, дорогой мой, как мне тебя всегда приятно видеть. Хочу тебе представить, мою госпожу. Большая честь. Это сеньор... Дамиани. Вот именно. Очень приятно. Это моя жена, Джулия. Это Тони. А сеньора, это его жена. Очень приятно. К вашим услугам. О, так, чёрт побери. Да, располагайтесь. Тони крутой парень сделал себя сам. Это точно. Настоящий работяга поднялся с самых низов. Никогда бы не сказала. Он в транспортном бизнесе. Да, у меня есть грузовик. Один грузовик, такой шутник. Да. Начинал, конечно, с одного. Потом 10, 20, 30, 40... Да, сеньор, расскажите. У него была самая большая транспортная фирма в Алпардане. Он просто набит деньгами, прямо целый банк. Ах, нахрен какой банк. Простите, а денег никогда не хватает. А у вас есть дети? Пока нет. Ну, счастливые. А у нас уже семеро. Да, семь. Этот бездельник всегда думает своим болтом. Чудовище. Мне нравится. Желаете сказать, что вы сильно любите друг друга? Да-да, культурно выражаясь, я удовлетворяю его в постели как надо. Да, это правда. Андрей тоже всегда это говорит. Для меня самое большое удовлетворение в мире это упругая попка моей жены. Ну, хватит. Это неправда, неправда. Клянусь тебе, что это неправда. Клянусь тебе, это ужасно недоразумение. Я думал, что ты мужчина, а ты свинья. Чтоб тебя черти взяли. Вот так пролетел. Счет, будьте любезны. Осторожно. Тысячу извинений, мимолетная слабость. Плоть так слаба. Пойдемте, пойдемте же. Идиот, что вы, поворот не увидели? Как раз потому, что я видел все повороты, эти плечи, бедра, ножки. Вы с вами вылетели с дороги. Простите меня, но, как видно, прекратите нести чушь. Лучше поймайте машину, чтобы нам добраться до Кромояр. Да, да, я лечу, уже лечу. Ну, что вы делаете, дурак? А, дырка. Эй, остановитесь. Стойте, стойте. Мне очень жаль, машина в хлам, и мы не берем незнакомых. Вопрос принципа. Ну, что они сказали? Сказали, что не подбирают незнакомых. Так надо было представиться. Синьор, вы думаете, что если вы представитесь как надо, то останавливаются даже самолеты? Думаете? Да, я уверен в этом. Стойте, стойте, остановитесь, пожалуйста. Ну вот, видели, ваша система не работает. Синьора не желает продемонстрировать те прелести, которые под шубой. Что вы себе позволяете? Тут такой холод, я себе все отморожу. А вы еще хотите поймать машину или нет? Ну, хорошо, придется принести эту жертву. Да-да, вот. Поглядим. Лучше без очков. Да, чем больше снято, тем лучше. Ну что, убедились, что не работает? Работает, работает. Ура! Попробуем еще разок. Помирились. Да, но ты должен поблагодарить своего святого защитника. Сен-Джоэзи, покровитель, пьяниц. У тебя еще забастовка. Знаешь, что я сейчас сделаю? Открою дверь и внесу тебя в дом на руках. Как же, ну? Открою дверь и внесу тебя на руках. Вот, увидишь. Сделаем так. Это более современно. Современные супруги делают вот так. Ты заставляешь меня терять голову. Я телевизор забыл отключить, слышишь? Сейчас долой. Все, долой. Долой. Это несчастное пальто. Не останавливайся, мне холодно. Любовь, выключите эли-кейду. Андреа, это моя теща. Спрячьте, спрячьте немедленно. Пойду наверх. Двиги, беги куда хочешь. Андреа, что случилось? Открой дверь. Открой дверь. Прячься куда угодно. Только быстро под шкаф наш... Мама, какой странный визит. Мы же вчера уехали. Не прикидывайся дурачком. С кем ты сейчас говорил? Ни с кем я сейчас не говорил. Я слышал, как ты говорил, любовь. Любовь. Да, это я пел. Пел? Дай мне пройти. Мама, куда вы? Я вам клянусь, я только что пел так вот. Любовь, любовь. Вы знаете, я такое говорю? Знаете, такие стихи? Да ты не знаешь этого. Ты знаешь только как свиньи хрюкают. Что ты делал с моей малышкой, монстр? Ты поешь как идиот. В тот момент, когда моя крошка исчезла. Да она не исчезла, она уехала. Нет, она исчезла. Исчезла. Как это? Что вы говорите? Что это значит? Это значит, что я звонил в Курмайер, в гостиницу. Мне сказали, что прибыл только богат, а самой Валерии там нет. Как нет? Она вчера уехала? Исчезла. Моя крошка исчезла. Стойте. Где ты ее спрятал? Кого? Валерия? Женщину, с которой ты пришел домой. Мама, как вам такое могло в голову прийти? Потому что ты свинья. Я всегда это говорил, Валерия. Ты вышла замуж за сенью. Как только ты за порог, он сразу приведет в дом шлюх. Вот так и вам не думать? Даже хуже. Где ты ее спрятал? Но ничего, я ее найду. Я всегда думал, что Валерия не должна была выходить за тебя замуж. С первого же взгляда тебе... Я поняла. Бедная Валерия, кто знает, что теперь с ней? Плачь, идиот, крокодиловы слезы. Где ты ее спрятал? Где? В ванной. В ванной ты ее спрятал. Я все равно ее найду, грязный предатель. Иуда. Быстро вылезай в окно и удирай по крышам. Подними жалюзи. Ага. Да, да, жалюзи, жалюзи. Как только в дому выпрыгивай наружу. Что это ты делаешь? Ничего, мама, я хотел привед... Критин, что ты там застыл? Что ты там прячешь за окном? Отойди, дай пройти. Еще не родился тот, кто меня дурачит. Ну и... Ага, под кроватью. Нет, мама, вы для меня как Мадонны. Чего ты от меня хочешь? Что ты рехнулся? Почему вы мне не верите? Ты мне противен. Мама, я не умею врать. Прошу вас. Грубое чудовище. Разве вы не знаете, как я вас люблю? Почему мы не переходим на ты? На ты никогда. Отпусти меня. Беги, 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 беги. Мама. Чего тебе? Отпусти меня. Я должна посмотреть под кроватью. Я вас люблю. Я всегда надеялся найти вас, старую маму. Посмотрите мне в глаза. Отпусти меня. Он псих. Смотрите. Да, вот. Посмотрите под кроватью. Видели? Там никого нет. Все равно не верю. Что это было? Это караед. Не верю. Ты все врешь. Нет, мама. Да вы там уже усмотрели. Это бессмысленно. Смотрю, где хочу. Хочу посмотреть еще раз. На помощь. О боже, меня зажало. Это тут дверка неисправна. Ага. Сейчас попробую разжать ее. Живее, я задыхаюсь. Немного терпения, мама. Потерпите, потерпите. Я немедленно ее открою. Давай быстрее, идиот. Ты меня убить хочешь? Вот, мама. Приготовь чемодан. Мы уезжаем. Уезжаем? Да. Уезжаем. Бонжур. Добрый день, господа. У вас должна была быть заказана комната для графа для Сан-Сен-Ври, но из Бетонта. И для его слуги. Да, да. Совершенно верно. Апартаменты для вас, а комната для вашей услуги. Мерси. Уна Петитин Франсион. И сеньора Дамиани прибыла? Нет, прибыл только я багаж. Невероятно. Как это может быть? Когда прибудет сеньора Дамиани, известите меня. Конечно. Большое спасибо. Апартаменты 109 и номер 310 для вашего сображдающего. Мы оставим ключ от апартаментов и возьмем только ключ от комнаты слуги, потому что мы двое платим 50-50. Малчай, чай, дай, начай, мосье, чаевые. Ага, спасибо. Вуаля, кланяйтесь вашей супруге и передайте наилучшие пожелания директору. Ты что, рехнулся давать 50 тысяч на чай? Ты шубу хочешь, да, или нет? Да, только я не хочу за все платить. Я же тебе объяснил, мы все делаем 50-50. Такой 50-50 мне не нравится. Ты что, меня хочешь уничтожить, Джованни? Хочешь, чтобы я оказался на улице? Ты не должен говорить мне «ты», ты слуга. Это должен говорить мне «вы». Мило звучит, прям как песня. Давай, заходи, дурак. Ну вот, я и приехал, огромное спасибо. Пока, красавица, пахнущий святой водой. С удовольствием окрестился бы там, будь ты благословенна. Пока, красавцы. Синьора, помните, Эмилио Казаде и для вас все бесплатно. Валерия, ну, наконец-то. Девочка моя. Мама? Валерия, ты здесь? Конечно, я здесь. Извините, а где я должна быть? А вы-то что тут делаете? Как же, ты меня просто хочешь убить. Я звонил в три часа ночи, ты еще не приехал в гостиницу. Ну, конечно, меня не было, я приехал только что. Как это, конечно? Ты же уехал полтора дня назад. Была забастовка на железной дороге. Ты могла предупредить нас по телефону. Забастовка, забастовка. А, телефон тоже бастовал. И этот туда же. Поэтому я взяла такси. К счастью, таксистов в Турине не было забастовки. Только мы потом вылетели с дороги в Кювет. Я чувствовал, что что-то случилось. Вы просто ужасны. Вы всегда все чувствуете? Добрый вечер. Ты отдаешь себя отчет, что ты натворил? Я упустил китайских клиентов. Пойду позвоню. У нас есть комната без звонок. Хорошо. Что ты говоришь? Прошу тебя, не беспокойся. Это всего лишь на одну ночь. Тогда 319-314. Сеньоры вас проводят. Добрый день. Что желаете? Добрый день. Я заказывал комнату. На том же этаже, что и сеньор Демиане. Посмотрите, пожалуйста. Да, сеньор, конечно. Это автоответчик. Шут, лжец, стервец. Если хочешь выболивать свое обычное вранье, можешь сделать это после звукового сигнала. Подлец, мужлан, мерзавец. Предатель, лицемер. Хотел удрать, а? Что ты говоришь? Ты негодяй. Джульетта, прошу тебя. Зачем ты сюда приехала? Возвращайся в парню. Клянусь тебе, я завтра к тебе приеду. Даже не подумаю. Ты хочешь устроить скандал? Я наконец-то это понял. Я покончу с собой. Или ты ей скажешь, или я скажу. Хорошо, хорошо, я скажу ей, но попытайся понять. Это трудное дело. Я должен выбрать время, место, способ. У тебя 24 часа, и на минуту больше. Мать твою, так. Ключ отнесите наверх мой чемодан, пожалуйста. Вот, спасибо. Ну что за дурак? Чего я поперся пешком? Есть же лифт. Даже на том же этаже? Ага, 308-й. Да ты с ума сошла? Хочешь меня уничтожить? Прошу тебя, Джульетта, поменяй комнату, а? Я останусь в комнате, очень устала. Хорошо, я принесу тебе обед. Андреа? Да-да, а где наша комната? Вон там. Поторопись, если хочешь переодеться. Пора обедать. Добрый день. Ты ее знаешь? Нет, просто обздоровался. Ты поговорил с китайцами? Да, они уехали. Так что ж ты решила, остаешься? Знаешь, тебя никто не вынуждает оставаться. Ты прекрасно можешь вернуться в Парму. Да что ты говоришь, я там выпустил дело на 3 миллиарда. Позже. Семьер, граф, банджур. Хватит издеваться. Кстати, партия сказал, что Валерия приехала. Так что если хочешь получить назад шубу, мы должны пойти в ресторан. Конечно, мы пойдем в ресторан. А кто платит? Кто платит? 50-50. Давай все хорошенько проясним. По-английски это значит половину ты, половину я. Но тут половина какая-то одна буква. Все, хочу всегда я. Я тут внизу нашел закусочный, купил там кое-что. И что у нас сегодня в меню? Что у нас сегодня в меню? Так, у нас в меню. У нас Лангета Джейскар ДТН, Патрашки на сковороде и твои сестры Пирани. Вот смотри, два жареных сыра. Ну как же, я надеялся встретить Валерию в ресторане и поесть заодно. Понимаешь, как я все рассчитал? Понимаю, а я вот посчитал деньги и понял, что она о них в ресторане даже не выпьет ничего. Поэтому я хотел тебе сказать, чтобы ты встречал свою Валерию в баре за чашечкой кофе. Прошу вас, пройдите туда. Сыр, пожалуйста. Слушаюсь. Меню. Спасибо. Тебе там удобно, сокровище мое? Да. Ты чего? Муха прямо перед... Муха в горах? В разгар зимы? Нет. У меня была муха прямо в глазах. Это должно быть из-за высоты и перепада давления. Нет, это отбельск попал в глаза и... Если я присяду, может, будет лучше. Вот так, мне кажется, то, что надо. А вот я, господа, уже выбрал. Нет, пока еще не выбрали. Если бы вы знали, как трудно это выбирать. А вы пока можете подкатить тележку за кусками? Да, спасибо. А сейчас у тебя что, пляска святого вида? Ага. Ой, цветы. Валерия. Валерия, что такое? Что случилось? Что с тобой? Чулок. Да, порвала чулок. Добрый день. Да я просто посмотреть. Не хотите пройти? Извините, метродетельо не может есть, но ему надо худеть. Сейчас я иду к тебе. Нет. Ты чего скачал? Садись. Сажусь, ага, да, да. Я себя так плохо чувствую. Теперь догонялась. Ты прав, сажусь. Да, да, садимся снова. Я не гладная. Пойду в номер. Я тоже пойду. Стирва. На помощь. Остановите меня. Вам на какой этаж, синьора? Третий. И мне тот же. Милый. Ты не пойдешь больше кататься на лыжах? Не хочу. Предпочитаю отдохнуть. Матерь Божья, что такое? Это для вас, синьора. Цветы для меня? От кого они могут быть? Ты ушибся? Нет. Со мной все прекрасно. Записка, любимая. Я последовал бы за тобой даже на вершину Эвереста. Я позвоню тебе через пять минут. Той Джованни Сансаверина. Кто тебе прислал цветы? А, эта дирекция преподнесла мне подарок. Какие милые, правда? Да, очень милые. Милый. Если хочешь, можешь пойти глотнуть свежего воздуха. Давай, давай. Ты совсем не обязан оставаться здесь со мной. Мне очень плохо. Алло, кто это? В чем дело? Кто говорит? Я должна с тобой поговорить. Жду тебя на канатной дороге через 20 минут. Не вздумай, не прийти. Кто это был? Они повесили трубку. Ошиблись. Вообще-то... Да. Знаешь, я подумал, может быть, такой прекрасный день, может быть, глоток воздуха. Мне бы не повредило, если ты не против. Нет-нет-нет-нет, я совсем не против. Иди-иди, а я пока отдохну. Ну, я пошел. Иди. Алло? Мономур. Да-да, я знаю, что должен был извиниться. Послушай, любимый, я должен увидеть тебя, я просто не могу без тебя жить. Шуба, мех. Мех. Буду целовать твой мех. Я хотел сказать, что рассылую всю твою кожу, тебя всю. Я твоя кожа, а ты моя. Оба меховые. Оба меховые. Друг друга. И с меня шкуру вы содрали, вы двое. Шуба. Да, любимый. Ты, кроме того, что неудачник, у тебя еще и стахилы труба с дыркой. Я тебе битый час, говорю. Шуба, шуба. Я сейчас пойду туда. Я с тобой. Нет, ты не идешь. Ты что, не понимаешь? Я пойду на любовное свидание вместе со слугой. Ты просто дурак. Заканчивай историю про слугу. Я тебе не какой-нибудь слуга, понял? Тогда война. Ты хочешь меня кинуть? Но нет, это я тебя обую. Я здесь. Здесь. Ты опоздал на 7 минут. Я сделал все возможное, чтобы прийти. Что ты должна мне сказать? Да ничего особенного. Как да ничего особенного? После того, как я с таким трудом удрал с гостиницы, хотел совершить прогулку и хотел совершить ее с мужчиной моей жизни. Разве это не отличная мысль? Давай, пойдем, прокатимся на фуникулере. Там же нет опасности встретить кого-нибудь, и нам там никто не помешает. Доволен? Полную уединенность, когда кругом 600 человек. Какая пытка. Входите. Разрешите, сеньора? Да входите, входите же. Я принес вам слабительный, который вы заказывали. Да, спасибо. Послушайте, не могли бы вы сказать сеньору в соседнем номере, чтобы он прекратил играть? Разумеется. Спасибо, вы очень любезны. Тебе чего? Извините, клиенты жалуются, говорят, что скрипка беспокоит. Какой же величайший в мире говнюк сказал это? Скрипка Васи Малова никогда не беспокоила. Все всегда платить, чтобы слушать великого Васю. Да-да, я вам верю, но что я должен сказать дирекции? Дерьмовый клиент не должен меня беспокоить. Если музыка не нравится, он идти в жопу. Сеньор Домианин номер 319, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 319. Не хватает трех. Три на три будет девять. Если это отпустить, а этот поднять. В общем-то, это 319. Математика. Нет, нет. Что такое? Извините, я думал, что это радио играет. Я шли все комнаты. Я искал господа Мьянин. Что тебе нужно от меня? Входи, входи. Не тяните меня, я ничего плохого не сделаю. Я только ищу шубу, мою шубу. Ты тот дерьмовый клиент, которому не нравится моя музыка? Нет, моя срештова, я люблю музыку. Я сам музыкант. Ты есть музыкант, правда? На чем ты играешь? Я играю на гран-барабане в оркестре бетондо. На срань-барабане? На срань-барабане? Нет, гран-барабан. Большой барабан такой, в который бум-бум-бум. Тогда заходи, брат. Ты прям танцор, просто балерона с большого. Отпустите меня, мне противно. В России мы всегда так целуемся. Хорошо, но мы в Италии так не делаем. Тост за великую музыку. Хорошо, руку пустите, выпьем. Минеральная вода мне нравится. Это то, что, знаете, у меня язвы двенадцатиперстной кишки... Что это за минералка такая? Это водка. Водка? У меня и маленький секрет. Внимание, партия не спускает с меня глаз, они могут послушать. Вася всегда пьет водку подпольно, тайно, иначе они скажут, что Вася пьяница. В общем-то, они все засранцы, все. Знак хорошего тоста, это съесть бокал. Желудок страуса. Да, я так и понял, что вы все страусы. Извините. А сейчас я тебе сыграю концерт. По правде сказать, ты должен послушать, как играет великий Вася. Хорошо. Я принес воду, сеньора. А, хорошо, вы не можете открыть номер моей дочери? Потому что из-за этого соседа я совсем не могу отдохнуть. Конечно, сеньора. Пойдем, пойдем. Джульетта. Мы же поднялись, опустились 36 раз. У меня кружится голова. Мы не можем провести всю жизнь на привязи, вися на канате. А почему ты тогда заставляешь меня провести всю свою жизнь на привязи? Ну, какой привязи? На привязи твоей лжи и твоей подлости. У тебя никогда не хватит смелости сказать все твоей жене. Никогда. Ты трус. Вот видишь? У тебя даже не хватает смелости признать это. Придурок. Ты ошибаешься. Ты ошибаешься, потому что я это сделал. Ты с ней говорил? Ну, в общем, я начал говорить. Зондировал. Прощупал почву. И сейчас ты увидишь. О, смотри. Приехали. Пошли. Подожди. Ну, я хочу сказать тебе кое-что. Тебе же не скучно со мной, правда? Ну, нет. Сделаем еще 7-8 кругов, а затем в медпункт. Вот стадо бизонов. Сколько народу. Я надеялась, что в такой час никого не будет. Как-то я должен прийти спать к тебе. Что я скажу своей жене? Что идешь ко мне? Ну вот, ты рехнулась. Ты должен уехать. Повторяю, тебе-то должен уехать сегодня же вечером. Джованни-то доказал мне свою любовь. Я тебя благодарю, но сейчас ты должна оставить меня. Любимая, ну почему мы останавливаемся на полпути? Не быть ребенком. Смотри, мой муж здесь. Здесь? Да, в Курманье. Я приехал сегодня. Вот клоун. Джованни. В конце концов, это мой муж. Даже если ты граф, то все равно должен его уважать. Я хотел сказать, что это партие, это клоун. Не сказал мне, что он сегодня приехал. К счастью, Андрея тебя не знает, потому что если бы он нас увидел вместе, то точно бы убил. Ну, не преувеличивай. Мама. Мама? Что с тобой, тебе плохо? Ну, у меня упала золотая зажигалка. Мамин подарок. Андрея? Мне плохо. Боже мой. Такой большой, все еще играешь в прятки. Андрея, тебе плохо? Нет, ну надо, не помогай мне. Всего лишь еще зажигалка. Не беспокойся. Да я не ищу, я тебе спасаю жизнь. Мой муж в этой кабине. О чем ты беспокоишься? Я же здесь. Максимум, что он может сделать, это вызвать меня на дуэль. Не в первый раз. Джованни, ты не понимаешь, он плебеет, он тебя просто прибьет. Да ты что? Ну давай, попробуй подняться. Нет, мне будет хуже. Хуже, я себя знаю. Здесь нет доктора. Джулия, пусти сюда. Не дергайся, я себя знаю, мне скоро станет лучше. Вот смотри, мне уже гораздо лучше. Тебе чего? Поршивец. Ты себя лучше чувствуешь? Да, да, чуть получше. Хорошо, сегодня ночью, я жду тебя в своей комнате. Хорошо, пойдем подушим, вот их увидишь, тебе и станет гораздо лучше. О, мама. Джулия. Я сделаю еще кружочек, увидимся вечером. Я прошу, сегодня вечером будь пунктуальным. Пока. Я с фальшивил, взял до минуты. Менор, извините, я совсем окосил от водки. Пока. Нет, останься со мной еще ненадолго. Нет, я должен вернуть шубу. Ты носишь шубу как русские? Да нет, это женская шуба. Ты носишь женскую шубу? Да, тогда ты педик. Нет, на самом деле, я обожаю педиков. Я это понял? Балерун, они все мои друзья. Руками больше не надо, ты тоже мой друг. Маэстро Вася, оставьте меня в покое. Останься здесь, оставьте меня. Я совсем пьяный. Просто на ногах не стою. Ты вернешься, да? К твоей сестре. Ну что это за херня? До свидания, товарищ. Первый 319, второй 319. В этой гостинице два номера одинаковых. Ксерокопия. Ну кто там? Что вам угодно? Извините, это номер Дамиани? Простите, что? Я хотел бы узнать, это номер господина Дамиани? Да. Потому что здесь есть еще 319. Я встретил скрипача-педераста, который меня поцеловал. А чтобы нет, то есть хозяина? Нет, но я теща. Говорите. А я думал, что вы внучка циндака. Да, пока. Алло, Джованни? Это ты, Валерия? Да, это я. Послушай, сокровище мое, ты должен сделать мне должение сегодня вечером. Не приходи на ужин в ресторан. Будет твой муж? Да, но там также будет моя мать. Она понимает все мгновенно. Тогда мы могли бы увидеться в другой гостинице. Ну как я могу? Это безумие. Сделай это для меня. Это был просто прекрасный сон. Возвращайся в Парму. Я хочу снова увидеть тебя. Верь мне. Для нашего же блага. Моя жена хитрая как лица и противная как обезьяна. Валерия, подождите секунду. А потом еще эта зверюга, моя теща. Ну ты же с ней хорошо познакомилась. Да, хорошо, дорогая. Да, да. Да, да. Сегодня ночью приду к тебе. Поэтому заклинаю тебя, не приходи в ресторан, а то ты все испортишь. Обожаю тебя. Обманщик, гнусный лжец. Я тебе дам китайцев. Теперь я заставлю тебя за все заплатить со всеми процентами. Джованни, ты еще здесь? Конечно, дорогая. Я больше не хочу, чтобы ты уезжал. Сегодня ночью я приду к тебе. В твой номер. В мой номер? Да, да, не беспокойся. Наконец, сегодня ночью я буду твой, а ты будешь моя. Два тела и одна душа. Жди меня. Жду, жду, страстно. Валерия, а ты кому звонила? Ты кому звонил? Я кому звонил? Кому ты звонил? А ты кому звонил? А ты кому звонил? Валерия, Андрея. Да, мама, иду. Но это невозможно, я уже полчаса вас жду, и я так есть хочу. Мы готовы, мама. Живей. Ты что делаешь? У меня глава чугунный и всего наизнанку выворачивает. Этот чертов скрипач. Упоил меня водкой, пидор сибирский. Будь паникой, пипит, а вставай и прогуляйся в холл. Ты сам прогуляйся в задницу, меня ноги не держат. Это я тебя буду лежать. Не ори, ты меня глушил. Вставай. Держись, давай. Все, я без сознания. Она вот прямо сейчас должна была прийти? Прямо сейчас. Давай, чувствуешь, какая водь? Посмотри на это, кошмар какой. Давай, живи. Забирай сапоги, пакет со льдом, одеяло. У меня язва обострилась, пипи, но... Хочешь шубу? Да, хочу шубу. Тогда мотай отсюда. Черт бы все побрал, проклятая шуба. Как я устал. Так. Доброй ночи, сокровище. Любимый. Толстячок. Ну, Валерия, уже 4 года ты меня не называла. Толстячок. И обязательно сегодня. А я так устал, и у меня тяжесть такая в желудке. Прими свои обычные таблетки для пищеварения, и все пройдет. Салат из раков. Ризотто с трофелем. Приму еще, чтобы уж наверняка. Фисташковое мороженое. Ну, хорошо, ты хотела велосипед, тогда жми на педали. Иди сюда, ты будешь сейчас меня молить о пощаде. Какая назойливость. Извините, синьора. В это время, как и всегда, каждую ночь, я приглашаю вас на программу «Ночная супер-эротика». С кошечкой. Мяу. Начнем с секси-игры, кто снимет с меня шубу. Я, я, я сниму с нее шубу. Вы псих, просто псих. Синьора права. Синьора права, вы самый настоящий псих. Вы что, на самом деле подумали, что я хотел изнасиловать синьору? Извините меня, я приехал из Пармы только для того, чтобы вернуть шубу. Мой кузен граф Саверина, а я простой дворецкий. Да какого хрена вы слетесь, мои дела, извините. Мой кузен. Мой кузен. Вот идиот, зачем я продолжаю храпеть? Ты опоздал на три минуты. А я, знаешь, уже собиралась идти к тебе. Да ты не женщина, это просто железнодорожное расписание. И почему ты не пришёл раньше? Потому что я должен был дождаться, пока Валерия уснёт. И чего это она так долго мне засыпала? Ну, не знаю. То есть я не занимался любовью, вот почему. Как ты прекрасно в гневе, Джульетта. Я не занимался любовью со своей женой, уже... Тогда займись со мной любовью, со мной сейчас, и немедленно, вперёд, бык. Ты же не болела за Ювентус? Тебе нравится шутить? Не трепляй меня за уши, ты же знаешь, что я от этого становлюсь бешеным. Бешеным? Я разорву тебя на кусочки. У тебя много неоплаченных счетов накопилось. Я всё оплачу, все счета, и портного, и паркмахера, и всё. А вот и я, любимый. Любимая жизнь моя, я трепетал лихорадочного ожидания. А я видел, как ты меня ожидал, храпя. Но, любимая, зачем ты так делаешь? Ты собираешься разбрызгивать духи всю ночь? Нет, моя... 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 Да, твоя! Чего ты это делаешь? К жене пошёл? Нет. И я, должно быть, съел чего-то, у меня живот немного болит. Беспокоит. Разреши. Оставайся здесь, не двигайся, понял? Ну и как же, даже в туалет нельзя? Нет. Джованни, это я не помешал? Конечно, помешал. Чего тебе? Тут по телевизору идёт такое шоу, что я просто как заново родился. Шоу стриптизёрши по имени Киска. И ты мне звонишь, конечно, а как сейчас с тобой цилизация? Телеграмму тебе послать? Ты шуму вернул? Не капай мне на мозги. Вот балбес. Хороший у меня были племянничек. Если она в номере с ним, значит, мы с любовницей занимаемся. А, следовательно, их обоих в номере нет. В тридцать девятнадцатом нет никого. И значит, я пойду заберу шубу. Вот так. Нет нужды искать этот номер. Кстати, насчёт нужды... Вот туалет. Опять вы сумасшедшие эротоманы. Да я просто хотел по нужде. Больше не могу. Балкон. Я не могу так продолжать. Что за дерьмо в голове этого кретина? Любимый. Удрал. Мошенник. Обманщик. Увидишь, какую подлянку я тебе устрою. Возвращаю тебе твой большой палец. Боже мой. Вы кто? Не пугайтесь, сеньора. Великий Васи всегда принимает дары своих поклонниц. К вашим услугам. Вы простите, что я голый, но мы, артисты, любим быть естественными. Я всегда так спать. Вас беспокоит моя неодетность? Вам нехорошо, сеньора? Нет. Однако. Ну да, неплохо так. Мадонна с семью мечами. Какая боль. Это проклятая теща. Даже в сортире я с ней столкнулся. Если вернуться графия и не найдут шубу, уволят меня к черту. Сволочи. Вот 319-й. Войду туда. Убью тещу саранкана. О, шуба должна быть тут. Я чувствую запах шерсти. Хочешь убить меня? Старая ведьма. Унитаз мой ненаглядный. Ну, живой! Пятый уровень пошикалей-меркалей. Какой темперамент. Хочу повеселиться. 319-й? Уже? Куда ты ходила, моя дорогая? Тебя искала, любимый? Ой, мама, кто это? Ты не Андреа. Ты тоже другая, синьора. Ты меня не знаешь? Разреши представиться. Я великий Вася Милов, скрипач. Прости меня, что я голый, но мы артисты должны быть естественными. Я всегда сплю так. Тебе плохо, синьора? Однако. Ну да, в общем-то, не так плохо. Я смотрел смерти прямо в лицо. Нету, Алерия. Еще? Лжец, свинья. Ты сказал еще. Значит, ты занимался с ней любовью? Нет. Секунду. Я так сказал, потому что... Это она первая захотела. Но я... Ничего. Клянусь тебе. Да ты вихнулась. Что ты здесь делаешь? Валерия где? Кого это волнует? Да ты сумасшедшая. Может, она прошла искать меня. Она может вернуться в любой момент. Да кого это волнует? Докажи мне немедленно, что ты не занимался с ней любовью. Понял? Да как же. Занимайся любовью со мной здесь и немедленно. Давай. Снова? Ну, так что? Да сколько раз я должен тебе одно и то же... Доказывать в одну и ту же ночь? Не можешь больше. По правде сказать, у меня небольшая проблема с внутренними органами. Да одни только извинения. Конечно. Далеко не все могут быть скрипачами. Что-то я тебя не пойму. Хотя это не так важно. Ты отдаешь себе отчет, что она может прийти внезапно. Вот. Хорошо. А я с ней тогда потолку. Прошу тебя. Нет. Хотя знаешь, что я сделаю? Что ты сделаешь? Спрячусь. Я хочу убедиться, правда это или нет, что у вас с двоих больше нет никаких отношений. Боже мой. Мне это будет понять очень легко. Это она. Прошу тебя, полезай под кровать. Прячься. Сейчас я полагавлюсь. Под кровать. Где ты была? Ой, ээээ, говори. Объясни, оправдывайся. Где ты была? У тебя хватает смелости спрашивать это. Тебя искал толстячок. Думаю, что я о твоих махинациях ничего не знаю, какие махинации. Давай поговорим на чистоту, будем честны. Скажем прямо, что между нами есть несовместимость. Можешь поклясться? Вот так. Странно. Здесь пахнет не моими духами. Ясное дело. Ты-то пахнешь, как копченая колбаса. Андрей, ты здесь прятал женщину? Да, да. Я всегда прячу женщин. Можешь попробовать заглянуть под кровать? Видишь, там под кроватью женщина? Нет, я посмотрю в шкафу. Да, смотри в шкафу. Боже мой. Кто это? Я... Свинья, дегенерат, червяк. Ты даже с мужиками этим занимаешься. Да я его не знаю. Зато я его знаю. Это знаменитый педераст. Ты-и-и. Позвольте объяснить. Я был в шкафу, чтобы вернуть шубу. Какую еще шубу? Шубу, которая принадлежит жене графа. Она об этом знает. Ты не только педик, но и вор. Извините, вы педик вор одновременно. Давайте закончим с этой историей про педика. Какой еще педик? Посмотрев на это. Что вы думаете? Что я вот так хожу, гуляю, да? А я искал шубу. А вы тут двое с вашими семейными разборками? Бросьте это. Я видел, как сначала вошли вы. А затем я видел, как вошла кто вошла. Прочь отсюда, пидор. Нет. Давай поговорим, как мужчина с мужчиной. Сколочь, пидорас жирный. Мадонна. Ну что же все время по голове? Я ему все высказал. Не надейся, что ты меня убедил. Я иду спать к маме. Клопа. Ты у вас шубы. Я должен вернуть ее хозяину, или меня уволят отсюда. Грязный педик. Мадонна, опять досталась по башке. Ну что же такая... Джулия. Однако все и правды ты никогда не узнаешь, не так ли? Что ты хочешь сказать, моя Джульетта? Прошу тебя... Нет, тебя жаль. Между нами все кончено. Вы еще здесь? Джульетта, ну как ты могла обо мне такое подумать, а? Я все могла понять, но чтобы ты с пидорасом... Давай, ну прошу тебя, дай мне еще один шанс. Я люблю тебя. Хорошо, я дам тебе шанс. Представь меня, Валерия. Да, конечно, запросто. Валерия, это Джулия, моя любовница, начнется третья мировая война. Если ты не сделаешь, что я говорю, она начнется, понял? О, Иисусе, шуба! Да что происходит? А ты что тут делаешь? Я узнал, что вы уехали, госпожа уехала. Я сказал себе, чем отвечать по телефону. Я, может быть, был бы более полезен вам именно здесь. Я ошибся? Ошибся? Нет, Джованни, у меня появилась идея. Поразительная идея, которая принесет тебе великолепную карьеру. Пошли, Джованни, ко мне есть для тебя идея, моя глава. Это просто вулкан? Да, у вас глава, хозяин. Кто там? Это я, дорогая, можно войти? Опять? Поправо сказать, я не знаю. Ты не мог бы... И предупредить, что ты не один. Чего тебе? Я хочу тебе представить моего служащего. Очень приятно, синьерина, ты еще извиняюсь за беспокойство. Где ты его нашел, в пасхальном яйце? Молодец, очень смешно. Фактически, это тот сюрприз, который нам нужен. Джованни, не стой там столбом. Подойди сюда. Жду приказаний, доктор Дамиани. Джованни, я представляю тебе твою невесту. Да ты совсем рехнулся. Да нет же. Я представлю тебе своей жене. Как его невесту. Невесту клиента. В вашей жене? Моей жене. Проснись, Джованни, моей жене. И никакой ревности, никакой травм-трамм, никакой Третьей мировой войны. Но я гений, а? Да вы гений, синьер Дамиани. Господи, пасхальное яйцо разбилось? Однако, служащий неплох. Валерия, я здесь. А, ты там? Пойду прокачусь немного. Это что, предлог, чтобы пойти поискать других мужиков? Молчу, что ты говоришь? Шутка. Говорю, что я и говорю, ты выродок сокровища. Но ведь ты не веришь, что я на самом деле... Ты знаешь, я не спал всю ночь, ожидая, что ты вернешься. А вот я спала великолепно. Мы обязательно должны идти? Конечно, Андрея нас ждет. Я беспокоюсь. Нечего беспокоиться, Валерия, обычная дурочка. Вы не должны это говорить, Валерия, исключительно женщина. Как это, вы ее знаете? Немного. Послушайте, синьерина, вы умеете хранить секреты? Ну, а еще как? Говорите, говорите. У меня завязался роман. Со мной? Нет. Синьерина с Валерией. Да это же великолепно. Да, не очень великолепно. Это если станет известным мужем, он меня сначала пристрелит, потом уволит. То есть, наоборот, сначала уволит, потом пристрелит. Не беспокойтесь, потому что я ничего не скажу. Довольно как утопник. Кто объяснит Валерии, что мы не жених с невестой, я об этом позабочусь. Как вы хорошо сделали, что мне все рассказали. Молодец. Хорошо, мы помирились, но я вам уже сказал, что вы прекратили меня преследовать. Я замужем, у меня взрослая дочь. Послушайте, синьерина, я вас не преследую. И не вас, а шубу. Она не моя. Ее должила дочь, потому что я замерзла. Я не знаю, как пробуду в горах я долго или нет. Может, давайте устроим лыжный забег, только надо снять шубу. Вы вчера вечером смотрели порно-шоу? Да. Развратник. Безумный ротаман. Сумасшедший. Мы не можем это отложить в другой раз. Сюда, доктор. Вот они, сокровища. Это мой друг и клиент, о котором я тебе говорила. Я встретил вы случайно, сегодня утром. Добрый день. Разреши сокровища представить себе моего друга Джованни. Великая честь, синьер. Какое счастье познакомиться с вами. Очень приятно. Что такое? Да нет, ничего. Судороги в руку свело. Да, тут жуткий холод. А это его невеста. Нет, не верьте в это, синьера. Я любовница вашего мужа. Мне что-то нехорошо. Его? Да, вот этого мошенника рядом с вами. Который называет вас сокровища. Да это все шутка. Какой кошмар. А это тебе мерзкий сводник. А это тебе дешевая шлюха дешевая. Сейчас ты мне подешевеешь. Вот тебе, вот. Девочка моя. Не прикасайся к ней. Нет, шубу нельзя мочить. Требую назад шубу. Вылезай, мама, вылезай. Вылезай, мама, вылезай! Вылезай, мама, вылезай! М koş connector. Вылезай, мама, вылезай! Мื обнаружите. КОНЕЦ Ну так что, доктор? Обморожение правого уха, прогноз на выздоровление примерно 20 дней, полное восстановление. Обморожение левой ягодицы, прогнозы отложены, потому что я опасаюсь потери чувствительности кожи в этой зоне. А здесь у нас обморожение левого мизинца, случай тяжелый, поэтому прогноз 18 дней. Обморожение левого безымянного пальца с осложнениями в подвижности руки. Обморожение носа с потерей обоняния. Временное не навсегда. А тут обморожение хрена. Доктор, вы хотите сказать, что у него ничего не обморожено? Как не обморожено? Обморожено по самой неболуси. Доктор, вы хотите сказать, что у него есть левого мизинца? Да, мой конец так и остался подмороженным. Медик сказал, что лечение займет от шести месяцев до шести лет. А для Джулии, которая так хотела стать женой, это было слишком. Когда она вышла замуж за этого придурка Джованни, жаль. Жалко также и Валерию, которая настояла на том, чтобы остаться мне верной. Тем хуже для нее. Эй, стойте, я вас сфотографирую, я уже иду. Встаньте ближе. Встаньте еще ближе. У меня фотик маленький, все не входят. Вот так, стойте, улыбайтесь. Хватит меня руками хватать. Сделаем как русские. Хватит, ты меня достал, грязный сибирский пидор. Тругать меня за задницу, в губы целуют, я не голубой. Как тебе это еще можно объяснить? Я потерял работу, шубу, что я еще должен потерять? Еще свою обмороженную задницу? Боже! На помощь, Андре! На помощь! На дружеской версии фильма работали. Перевод Станислав Руменцев. Текст читал Никита Кирдин. Фильм переведен и озвучен специально для проекта PhoenixClub.com. Майи 2010 года. Фильм переведен и выполнен. Текст читал Никита Кирдин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok